Наконец-то я решила избавиться от всех кустов крупнолистной гортензии в моем саду. Я влюбилась в гортензию крупнолистную давным-давно и много лет пытаюсь довести это красивое растение до полного цветения практически безрезультатно или с небольшим успехом. Если вы, как и я, живете в континентальном или умеренно континентальном климате, вы когда-нибудь задумывались, почему так много сортов крупнолистной гортензии продается в местных садовых центрах весной и в течение всего садового сезона, но я почти никогда не вижу, чтобы они росли и цвели около домов. Когда я езжу по пешенебельным кварталам города, доставляя цветы, меня огложит профессиональное любопытство, почему я вижу только древовидные или метельчатые виды гортензии, растущие и цветущие вокруг домов. Я всегда удивляюсь, почему даже ландшафтные компании всегда предпочитают сяжать для своих клиентов только метельчатую или древовидную выносливую гортензию, вместо этой, которая так популярна в садовых центрах и везде продается в горшках. Почему я не вижу красивых сортов крупнолистной гортензии макрофила, но место них повсюду? В пригороде Торонто я вижу только метельчатые и древовидные гортензии, цветущие перед корпорациями, кондо, бизнесами, городскими парками и домами. Вопрос в том, куда каждый год продается столько горшков с крупнолистной гортензией. На этикетке производителя указано, что крупнолистная гортензия должна выносить заморозки до минус 30 градусов по Цельсию. Так почему же я не вижу ни одного из этих цветущих выносливых многолетниках в местах, где они продаются в таком большом количестве? Может быть я не единственная неудачница, которая не может ухаживать за этим растением и поэтому оно не цветет? Похоже, что у всех садоводов одинаковые проблемы. И я начинаю поиски и нахожу причину номер один. Почему эта крупнолистная гортензия не цветет в наших климатических зонах? И одна из причин может заключаться в том, что кусту делают много ненужной обрезки. Но я должна вам сказать, что я никогда не обрезаю свою гортензию, потому что я знаю, что цветущие почки, формирующиеся на стеблях текущего года, будут цвести только в следующем году у большинства сортов гортензии макрофила. Поэтому прошлогодние ветки с цветущими почками действительно важны для успешного цветения в текущем году. Я обрезаю только мертвые ветки и только ранней весной. Во-вторых, сказано везде, что крупнолистная гортензия нуждается в укрытии. Итак, если устойчивое к 30-ти градусным морозам растение нуждается в укрытии, почему же интересно тогда продавцы и производители не приклеят к гортензии предупреждающую этикетку о том, что она не зацветет, если не обеспечит дополнительную хорошую зимнюю защиту. И тогда я начала пробовать почти все для зимнего укрытия. От соломы, торфа, мха, проволочной сетки, заполненной опавшими листьями, мешковину. Я даже прятала в перевернутые мусорные бачки и держала гортензию укрытой на всю зиму до самого апреля. Я пробовала даже старый коврик, как зимнее укрытие, хотя все эти методы отнимают много времени и визуально непривлекательны для ландшафта. Но я была в отчаянии, пытаясь заставить эту крупнолистную гортензию цвести. Я была безумно счастлива, если мне удавалось сохранить всего лишь несколько цветущих бутонов и вырастить несколько маленьких, рыхлых, слабых, бледно-розовых соцветий. Я пыталась успокоить себя. Но все в порядке. Моя гортензия – это всего лишь молодой куст, и ей нужно больше времени, чтобы созреть. Но год за годом, год за годом, год за годом, и после большинства зим в нашей североамериканской зоне 5 выносливый курс гортензии успешно переживал нашу суровую канадскую зиму и начинал бурный рост красивой и здоровой листвы. Затем, чтобы свести к минимуму риск потери значительного количества цветочных почек или возможного полного отмирания до самой земли, я пыталась сажать их и в защищенных местах. Я пробовала полное солнце, полутень, все, и ничего не работало. Потом я нашла и купила сорт Endless Summer, который обещанно должен цвести на стеблях текущего года. Я думала, ну, наконец-то. Я нашла то, что я так давно искала, сорт моей мечты. Теперь я знаю, что я делала не так. Но, к сожалению, я поняла, что это всего-навсего просто очередная уловка продавцов для таких людей вроде меня, чтобы я купила и посадила еще одну бесполезную гортензию в моем саду в надежде на успех. Это было большим разочарованием. Гортензия Endless Summer дала мне цветы только один раз, когда была куплена из теплицы. После этого мне больше никогда не удавалось видеть пышное цветение снова. Потом я поняла, что гортензия макрофила вообще не должна выращиваться в наших континентальных климатических зонах, потому что, несмотря на все мои усилия, цветущие бутоны зимой всегда вымерзают. Или, может быть, цветущие почки не развиваются вообще в течение вегетационного периода предыдущего года. Оба эти утверждения могут быть правильными. Давайте воспользуемся логикой. Хардрензия макрофила родом из Восточной Азии, Япония, Китай – мест с умеренным муссонным климатом. Произрастает в основном на горных возвышенностях, в прибрежной зоне. Им нужен действительно мягкий, теплый, влажный, прибрежный климат. Вот почему мы видим, что крупнолистная гортензия успешно выращивается на побережье Тихого океана от Калифорнии до Британской Колумбии. Потом я пришла к выводу, что независимо от принятых мир защиты, крупнолистная гортензия просто не будет свисти в нашем климате или будет свисти плохо из-за различных сезонных природных явлений, не зависящих от контроля садоводов. Например, низких температур, внезапных резких колебаний температуры или влажности, обледенения или поздних весенних заморозков. Представьте, что будет, если выращивать растения, произрастающие в умеренном муссонном климате, в регионах с континентальным климатом. Это то же самое, как пытаться выращивать растения из дождевого леса в пустыне. И громко плача я беру лопату и вытаскиваю на помойку все свои сорта крупнолистной гортензии. Не хочу больше тяжелой работы и забот. Вместо них я посажу красивые Аннабель, Лаймлайт, Пинки Винки или Ванила Фрейзер. В моем саду больше нет места для роскошной листвы крупнолистной гортензии. Я никогда больше не соблазнюсь удивительными красками и цветами гортензии Макрофилла, когда увижу их в садовом центре. Я, может быть, даже куплю их в качестве украшения, но только как недолговечное комнатное растение.